Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Атанский, создатель движения «Настоящий успех» и президент Агонимии «Настоящий успех». А в сегодняшнем подкасте я приветствую вас из Филадельфии. Остается несколько минут до нашей посадки на поезд в Нью-Йорк. Как раз столько времени, сколько нужно для того, чтобы я поделился с вами самым большим открытием, которое произошло здесь последние несколько дней на встрече со Стивом Харрисоном. Вы знаете, что Стив Харрисон тот человек, который делает знаменитыми на весь мир людей, писателей, тренеров, спикеров, коучей, экспертов. И последние три дня в зале где-то было 100-120 человек Стив Харрисон работал с нами и приглашал очень много других людей на сцену. В какой-то момент вчера вечером он на сцену пригласил сразу 8 человек из средств массовой информации. Там были ведущие радиостанции, литературный агент, который продает книги, будущие книги издательством. Там были журналы, газеты, телевизионный продюсер. И они сначала отвечали на вопросы Стива Харрисона, потом отвечали на вопросы аудитории. И у нас была у каждого возможность позже подойти к каждому из них 2,5 минуты, продать себя, продать свою идею, продать свою книгу, продать свою концепцию. Это было потом. Но в тот момент, когда они сидели на сцене, эти 8 человек, в какой-то момент зашел разговор о том, сколько раз автор, писатель, автор идеи должен писать письма и обращаться к продюсеру, к ведущему телерадио-шоу. Каково же было удивление практически всех участников в зале, когда мы вдруг услышали то, чего я раньше не подозревал. Я лично раньше считал, а вы скажите мне, напишите в комментариях. Я лично считал, что если вы один раз уже отправили свое предложение, вы один раз уже сконтактировали с кем-то на телевидении, на радио, в средствах массовой информации, в журнале, газете, и если вы ответ не получили, значит вы уже свое дело сделали. Нужно идти в следующее радио, в следующую газету, в следующий журнал телевидения. Оказывается, оказывается, в большинстве случаев с первого раза невозможно попасть к продюсеру. Потому что у них в день приходят, или в месяц, я сейчас не помню, сотни, тысячи предложений, а отобрать им нужно 10, 15, 20 штук. И когда Стив Харрисон спросил, кто из вас считает авторов, которые присылают больше, чем один раз письмо на Зойлиуме, ни один из этих восьми человек не поднял руку. Кто из вас считает на Зойлиуме автора, который прислал три раза письмо одно и то же с предложением о сотрудничестве, ни один из этих восьми человек не поднял руку. Тогда Стив Харрисон задал следующий вопрос. Кто из вас считает авторов, писателей, в принципе, недостаточно настойчивыми и резко восемь рук взмылось вверх? Оказывается, для того, чтобы достигать успеха в средствах массовой информации, нужно писать, звонить, бомбить до тех пор, пока вы не получите однозначное, откровенное «нет». Молчание в ответ, отсутствие ответа не означает ни в коем случае «нет». Только письменный, четкий или даже устный ответ, но ответ «нет» означает, что «нет». Но это еще не все. Сегодня утром на сцене выступала Петти Обери, президент компании Джека Кенфилда. И она сказала, когда я ходила, продавала Джека, продавала «Куриный бульон для души» и другие наши проекты, и когда я получала «нет», и сейчас, когда я получаю «нет», я задаю сразу вопрос. Почему вы сказали «нет», что в моем предложении не сработало для того, чтобы в следующий раз эту ошибку исправить? Не знаю, как для вас, но для меня только уже эта одна идея стоит, без привлечения, точнее, не идея, а понимание, стоит уже десятки тысяч долларов. Ну, мне пришлось сюда приехать, вам повезло. Вы смотрите этот подкаст, и если вы правильно все услышите, вы сэкономите десятки, сотни тысяч долларов, может быть, даже миллион долларов. Итак, я повторю еще раз. Если вы хотите получить от кого-то «да», это нормально занятым людям снова и снова напоминать про себя. Ну, конечно, если вы будете 5 писем в день отправлять, и каждый день, и так в течение 5 месяцев, возможно, вы будете восприняты на золю. Потому что даже если человек взял ваше письмо и хочет уже ответить, а тут приходит следующее это же письмо, и еще одно письмо, нет. Но если вы с интервалом раз в неделю, раз в две недели будете одному и тому же человеку писать, вероятность того, что он вам ответит в ответ, очень высокая. Это, во-первых, вы должны писать, должны созваниваться, должны просить то, что вам нужно, до тех пор, пока вы не получите однозначно четкое «нет». И второй секрет. Как только вы получили «нет», вы спрашиваете, что было не так, что не сработало, и что должно было бы быть, чтобы было «да». Вот такой простой секрет от тех людей, которые создают знаменитыми других людей. Это все, что я хотел вам рассказать в этом коротком подкасте сегодня из Филадельфии. С вами был ваш Николай Латанский, и до встречи в следующем подкасте уже из Нью-Йорка. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok